Этот водитель такси ездил по городу без путевого листа. Хотя обязан был получить его после прохождения медосмотра еще в начале рабочего дня. Иначе вообще садиться за руль не имел права. Я приехал в таксопарк за путевками, меня остановили, что якобы без путевки. А дальше что будет происходить? Эвакуируют машину и штраф. А штраф какой? Два раза по 30 тысяч. После оформления всех документов рабочую машину водителя уже ждет эвакуатор. Автомобиль опечатывают, поднимают, устанавливают на спецмашину и увозят на штрафстоянку. Это очередной профилактический рейд на востоке Москвы. После остановки в первую очередь проверка документов. Давайте диагнозируем каждую путевую риску и стратеговой полюс. У большинства водителей с документами проблем нет. Дело ограничивается вручением информационной листовки. Нередко таксисты так сильно торопятся на заказ, что забывают не только про путевой лист, но и про ремень безопасности. А еще могут проехать на красной. И это не весь список самых популярных нарушений. Чаще всего встречаются такие нарушения, как непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, проезд водителями на запрещающий сигнал светофора. Значит, встречаются также нарушения правил перевозки детей в автомобилях, а именно водители не пользуются детскими, специальными детскими креслами. А еще в лидерах по нарушениям водители каршеринга. По данным Московской госавтоинспекции, за 10 месяцев 2023 года на территории столицы зарегистрировано 385 ДТП с участием водителей автомобилей краткосрочной аренды. 14 человек в таких авариях погибли. Особое внимание при проверке документов уделяется правильности их оформления и соответствия техническому состоянию транспортного средства, а также категории граждан, находящихся в транспортных средствах. В случае оперативного интереса далее уже с данными гражданами проводится более кропотливая работа, так как зачастую автомашины такси и каршеринг используются преступниками для осуществления своего злого умысла. Аварийность с участием автомобилей такси за 2023 еще выше. Всего с начала года зарегистрировано 1503 ДТП. 39 человек погибли. Проверки водителей такси и каршеринга пройдут в Москве с 22 по 28 ноября. И такие рейды теперь станут регулярными. Продолжение следует...